Я это осуждаю, и буду осуждать, потому что я это осуждаю, 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 осуждаю. Кто называется здесь стримера Дися, тот не человек. Если BMW себе купить, жена рокеру захочет подрочить, если нет волос на голове, значит твой гараж погряз в говне. Ну а если ты Денис, значит в жопе у тебя кумыс, потому ты будь мудрей, если ты не лысый гей. Если за больной решили задеть меня, то я пошел кентавра фотографировать и покажу вам. И мне похуй то, что вам это не нравится. Главное то, что нравится мне, а то, что вам нравится, это ваши проблемы, что вам не нравится что-то. Ясно, козлы, блядь? Давай, давай, дружочек. Давай, давай, че ты смельчак. Все, полчаса буду рассказывать про мотоблоки. Скажи спасибо хейтерам, козлам. Полчаса, сука. Давай еще пару раз в попустись и запускай КС Горан, как обычно женщина лысая. Сейчас я буду показывать всю свою технику. Мотоблочимую. Всю, абсолютно, от начала до конца. Я расскажу вообще в целом. Дися, запомни, пожалуйста, одно ты выходишь в интернет, только чтобы нас смешить. Ты шут и должен делать все, чтобы мы смеялись. Здесь нет места твоему мнению, так что пиздак закрой и соси сверчку обратный слэш, слэш обратный слэш, слэш обратный слэш. Ты вообще шипник, че ляпаешь там, ты дайсь. Слэш обратный слэш. Начнем по порядку сейчас. Всю хронологию мотоблочного мира у меня. Итак, вот этот красненький, видите, в самом правом углу, вот там в дальнем, красный мотоблок. Это называется Иго-Гоголь-Шершень. Да, это классный мой мутантик. Ну, он у меня сейчас уже... Это выставка, да, моя мотоблочная. Сейчас, смотри. Вот это вот волну в дальнем, красный. Это мой первый мотоблок. Как на свалке прессует ржавый металл, из которого ты кентавра собрал. А пока твою ролью рокер ебал, я в твой кентавр срал раунд. Сука, вот он в дальнем, красный. Это первый Иго-Гоша. Первый мой мотоблок, первый мой опыт с мотоблоком, первая встреча наша. Контентро, контентро, контентро. Красный. Я его как купил, я купил его, ну, километров 20 от дома это было. Потом на нем ехал домой. Контентро, контентро, контентро. Да, это было медленно, это было громко. Что там можно в офисе рассказывать? Рамы от бабкиной кровати. Старые лысые покрышки, как твоя башка. Движек от стиральной машины Волга 10 и проперженные кресла из БНВ 520. Хуя тебе над ним слово. Вот тут волну красный первый, говорю. Потом вот этот второй посередине, это уже полноприводный. Это лесбиянки, геи, бисексуалы, танкисты. Техника полноприводная, действительно, эта техника себе зарекомендовала еще лучше, чем первая техника, потому что проходимость здесь просто зашкаливает. Ни один сугроб зимой не останавливал эту технику, да. Единственное, что в нем, ну в нем я дорабатывал все, абсолютно все. Поменял движок на нем, поставил мощнее. Там 6,5 было, поставил 13,5. Смотря, вот это тот трехколесный велосипед, да. Трехколесный велосипед. Вот он стоит, синенький, трехколесный велосипед, спортик. Это мне зяблу подарили. Это мне зябл прислал его, говорит, мой дед помер. Типа он уже стоит уже, сколько там, пару лет, а дед помер. Раньше дед на нем ездил, а сейчас он без дела стоит. Я говорю, да, давай. И он мне прислал его, разобранный весь. Я его собрал обратно, спортик. 250 ватт на нем, электровелосипед трехколесный. Я, ну, на нем поездил, меня это впечатлило, вдохновило. То есть я себе после этого купил другой электровелик. Здесь, на этой фотке, мы можем прекрасно наблюдать. Кентавр стоит, да. Вот, Кентавр стоит. И два велосипеда моих, электрических, спортивных. Каждый день на них езжу, каждый божий день. Это я, это я, на фоне мотоблока. Это я, на фоне мотоблока стою, смотри. Да. Это я, на фоне мотоблока своего, точнее, Кентавра. Держусь за гидроустетивого руля. Это я. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Смотри. Это я стою, на фоне техники. Вот техника, вот тут я, вот я впереди стою, вот тут, видишь, передние колеса, вот тут я, вот тут, как раз, это фотка, только что сделал я. У вас какая больше всего техника так-то, если по факту заранализировала? Ну, мне кажется, мы про всех бы хотели. Я вот посмотрел и, честно, захотелось обосать и динамитом ебнуть эту хуйню железную ха-точка-ха-точка-ха-точка-ха-ха-точка. Ребята из... Вы видите, на что он тратит деньги? Как вы считаете, стример в себе? Он, кстати, стиралку, которую видно на фото, тоже считает мотоблоком. Он залезает внутрь и просит его крутить. Стиралка, блядь, это... У меня... Я просто, она меня сломалась, я туда поставил движок снять, хочу. Дед отмазался говном и в гараж ушел бегом. Очень громко он кричит. Я туда движок хочу снять. Много хал и вурчал, точка всех соседей разбудил. Так кентавра заводил. Но никто не знал, что собаку он кентавра взял. Нет, велосипед синий сломался, я шоу сломал, трехколесный движок сгорел. Я на рыбаку... Привет, девушка. Он сгорел. Спасибо за стрим мотоблоков. Сел посрать, глядя на них. Пошла со свистом. Глядя на этот металлолом. Срать хочеться, пиздец. Спасибо за вылеченный запор. Чму не лысая? Машина моя не ездит сейчас. Дед, привет. Привет. А почему кентавар голый? С него по пути всю обшивку сорвало, потому что нету амортизаций. Еще не было обшивки, я еще даже не сделал. Или потому что все должны видеть клоуна, что собрал данный хлам, и плевать в него. Ты знаешь, сколько души в него вложено, в этот кентавр? В итоге эта техника с ноля сделана, и сейчас она ездит. Тебе не понять, что лопаю ослабон ебаный. Ты просто нюхаешь кал, блядь, тот, что тебе предоставляют. То есть ты покупаешь уже готовый продукт. А я создаю. Ты потребитель, а я создатель. Дед, а что это на фото за метаблок? Странной формы и белого цвета. Где? Этот кентавр плод имбредит голады и волги. При этом все лучшее, что должно было быть в кентавре, стекло по жопе лады и осталось грязным маслом на полу гаража. Кентавры наебали при зачатии. Куплю себе еще трактор, мини-трактор хочу, Ространжер с Америки. Будет еще техника, только вот куда ставить, надо тут будет место как-то расставить по-другому. Стиралочку разобрать, движок из-за ставить. Чтоб сюда помещался. Здесь все, бене-трактор будет стоять. Еще хочу сейчас мотособаку на зиму сделать себе. Спасибо за стрим, девушка. По твоим стримам учусь подливать деньги в недвижимость. Все, короче, заткнитесь. И я видел это фото полностью, жалко кентавра, там в конце рулевая рейка полетела и он кричал, мама, я не хочу умирать. Будьте бдительны, у меня так друг умер. Хай, а ты когда свой гараж покажешь? Ты же говорил, что покажешь. А я тебе все показываю. А то пока что на стриме только фотки какой-то свалки. Иди ты нахуй. Сыграет хлам в гараже, купил себе BMW-тимулятор в том, не может ни в одной игре выиграть или пройти, школьники фотками в ВК разводят. Дейся, задумайся над жизнью. А дейся где? Ну давай, иди поплачь, каблучок-рыбачок. Когда накопил бы гор мусора в гараже, так ты еще это фото и называешь. Кстати, зачем ты притащил стиралки украденной армии России на Украине? Клептамар. При синдроме Плюшкина обычно поведение человека меняется. Я не Плюшкин, я нормальный человек, но поем. Я просто технику люблю. Спокойно и комфортно ему только в окружении предметов из накопленного хлама. Накопленный хлам это когда по помойкам лазят, собирают, дай. Этим хламом я всем пользуюсь, либо пользовался детям моим достанется потом мотоблок и все прочее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok